Диалог между главой Нижегородской области Глебом Никитиным и финалистами Всероссийского конкурса «Лидеры России» идет на равных. Обсуждают самые важные вопросы – возможности творческого и карьерного роста для молодежи и развития системы государственного управления на региональном уровне. Программа финала насыщенная. В течение пяти дней участники будут решать тематические кейсы. Это техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Кроме того, проводить уроки лидерства в образовательных учреждениях и выполнять задания на социальную тематику. Финалисты, справившиеся со всем этим, получат образовательные гранты в размере миллиона рублей. У сотни победителей конкурса будет возможность в течение года получать консультации наставников проекта. Сейчас же борьба идет между равными людьми. Мы все победители, но теперь борьба за наставничество, за тот опыт, который мы можем получить. Это тоже колоссальный опыт, колоссальная награда. Она стоит того, чтобы с ней побороться. Конкурс «Лидеры России» проводится в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина для выявления и развития перспективных руководителей нового поколения. Что касается непосредственно этого конкурса, там действительно появляются очень интересные и талантливые люди молодые, ну разных возрастов, но в основном молодые люди. И наша цель не только их трудоустроить куда-то конкретно, а наша цель им помочь в их развитии. Уже сейчас в ходе этой работы и большие наши крупные компании к ним присматриваются, и министерства, и ведомства. Мы, безусловно, будем в том числе и из них формировать федеральный резерв. Все эти ребята, которые из Нижегородской области в нем поучаствовали, и из других регионов, если они выразят готовность поработать в структуре правительства, либо в муниципальных органах, мы будем очень рады их рассмотреть, поговорить, встретиться в ближайшее время в Кремле, еще поговорить. У них есть не только желание себя предложить, но есть еще конкретные идеи проекта, которые нужно поддержать, они могут там самореализоваться. И, безусловно, они будут в топ-листе нашего кадрового резерва. В настоящий момент мои планы все связаны с Нижним Новгородом. Я активно путешествую несколько раз в году, я смотрю на различные города и страны, я гляжу, чем они отличаются от нас, что можно взять из них лучшего. И да, я переживаю за свой родной город, за Нижний Новгород. Я хочу, чтобы он был лучше. Я вижу в себе силы, возможности как-то помочь ему. В Нижегородской области в ближайшее время будет запущен проект «Кадровый резерв». Его цель – привлечь на работу в органы власти новые кадры.